Третья неделя ноября на страничках портала города Рассказово отметилась рассуждениями о братьях наших меньших и не оставила в стороне тему состояния дорог. На портале стали чаще комментировать новости. Люди общаются, спорят и рассуждают о событиях нашего города. Давайте посмотрим, что волнует пользователей тволк.ру. Начнем с блогов. В этом разделе в лидерах Павел Рубченко. С 15 по 21 ноября Павел добавил 6 сообщений. Основная тематика все же о футболе и футболистах. Но была новость и о поражении женской сборной по волейболу, и даже печальные сообщения из области музыки. В разделе блоги Ольга Перегодова добавила 4 сообщения. Она в очередной раз делится с читателями своими рассказами, глубокими и творческими фантазиями. Заходите, читайте. В народных новостях наблюдается некий бум. Сообщение «Собачья доля» не оставило равнодушными большое количество пользователей. В 116 комментариях народ искал возможность помочь четвероногому другу и рассуждал о безразличии человечества. Итого 953 просмотра. По просмотру можно выделить новость «Двор в центре города». Их здесь 736. Небывалый ажиотаж вызвал праздник «Синичкин день». 28 комментариев. Выдумки студентов как-то разнообразить будни народ воспринял критично. И теперь о тех, кто комментирует новости на портале tvolk.ru. По итогам третьей недели ноября отличником стал Алеша. Пока он является самым активным на городском портале. На втором месте КИС – это наш зарубежный гость. Тройку неравнодушных замыкает Ирина Елютина. Присоединиться к народным авторам, комментаторам и блогерам можете и вы. За активность можно получать денежные призы. Для этого просто заходите на городской портал tvolk.ru и делитесь новостями и мнениями.